В 2012 году исполняется 90 лет со дня образования Санитарно-эпидемиологической службы России. 15 сентября 1922 года был подписан декрет Совнаркома РСФСР о санитарных органах республики. Только история, конечно, начинается гораздо раньше. Ее деятельность была неразрывно связана с лечебной деятельностью, а вели ее лечащие, рядовые врачи и их помощники. Начало 18 века особо отмечено в нашем крае одним народным бедствием. В 1719 году в некоторых пунктах Воронежской губернии, а также и в Тамбовской провинции, обнаружилась сильная чума. Правительство в зараженных и соседних с ним местах приняло решительные меры. Всюду учинили крепкие заставы и приставили к ним многолюдные караулы из царедворцев, офицеров и солдат. Зачумленные дома жгли со всем имуществом, с лошадьми и всею домашнюю живностью. Больных увозили в леса, степи и овраги и бросали там на произвол судьбы. Близ всех карантинных застав по царскому указу поставлены были для всенародной островски виселицы. И если кто нарушал карантинные порядки и прорывался через заставы, то караульные начальники вешали таковых, ни с кем не списываясь. Спустя полвека в 1771 году чума пришла в Тамбов, вскоре после известного московского чумного бунта. На въездах и выездах всюду поставили обывательские караулы. Всем дворянам, купцам и мещанам вменено было в обязанность сидеть дома и таким образом подавать пример добропорядочной жизни невразумительному народу. Дома и пожитки велено было чаще проветривать и с наступлением зимних холодов вымораживать. Кругом сел и городов, а также внутри дворов начали курить дегтем, навозом и можжевельником. На пристаних задержаны были струги и барки с хлебом, солью и разным товаром. На одной вышинской пристани разом подвергли шестинедельному карантину более 40 стругов. По провинциям безденежно рассылались печатные экземпляры с указанием предохранительных мер и лечения от заразы. В губернии в начале XIX века было организовано оспопрививание. К его проведению в деревнях подключились и штаб лекарей, и их ученики. В то время Тамбовской губернской управой были организованы, так сказать, целевые направления, по которым выпускники гимназий и духовных училищ направлялись в императорскую медико-хирургическую академию и другие учебные медицинские заведения. Медицинским чиновникам для разъездов по деревням специально выделялись прогонные платежи, чтобы они могли нанять подводы для выезда в деревню для прививания младенцам коровьей оспы. В 1830 году по России прокатилась сильнейшая эпидемия холеры. В начале сентября холера пришла в Тамбовскую губернию, в ноябре была уже в Тамбове. Всех больных и пьяных в том числе стали забирать в холерную больницу, где всех пациентов сажали в горячие ванны и открывали им кровь. 14 ноября стали появляться случаи эпидемического заболевания в селе Никольском. Но крестьяне ни за что не соглашались на то, что в их селе эпидемия. Все это выдумки господ да лекарей, говорили они. Народу было трудно свыкнуться с мыслью, что существует болезнь, способная в течение одних-двух суток или даже нескольких часов убить совершенно здорового и крепкого человека. Выпустили из больницы всех больных. Сняли оцепление. Врача ГОФа приковали к трупу умершего от холеры. Для подавления бунта отправился в село Никольское сам губернатор Миронов с военной командою. В России в губерниях создавались холерные комитеты, как и врачебные управы, подчинявшиеся Министерству внутренних дел. В комитеты входили губернатор, инспектор врачебной управы, глава епархии, военные и полицейские начальники, представители от купцов второй гильдии и еще ряд руководителей государственных губернских учреждений. Из уездов еженедельно поступали статистические отчеты о заболеваемости и смертности. Буквально за неделю количество заболевших и умерших в губернии пошло на тысячи. Холера обычно заносилась партиями населения из Поволжских и Восточных губерний, а отсутствующие или плохо содержащиеся уборные через мягкую пористую почву способствовали распространению инфекции по всей округе. В среднем эпидемия холеры длилась около шести месяцев. С кульминацией в конце августа и резким спадом в сентябре. И совершенно прекращалась только с ноябрьскими и декабрьскими морозами. В 1864 году в Тамбове была напечатана диссертационная работа старшего ординатора губбольницы Эдуарда Христиановича Яковица «Медико-топографическое описание Тамбовской губернии», которая явилась первой в губернии научной работой, составленной санитарно-врачебными целями. Когда в Козловский уезд в январе 1879 года вновь пришла чума, был проведен анализ возникновения инфекции. Было принято решение вывести из города нечистоты и запретить свалку навоза на лед реки. Наряду с этим возникают вопросы в связи с эпидемией скарлатины и дифтерии, вопросы дезинфекции и санитарии. В конце XIX века активно обсуждаются вопросы о самостатистике в губернии, мерах по борьбе с сифилисом, вопросы школьной санитарии, проведения водопровода и связанные с этим вопросы заболеваемости тифом. В октябре 1889 года первый съезд земских врачей Тамбовской губернии высказался за скорейшее учреждение санитарного бюро при земской управе. Было отмечено, что большинство населения из-за удаленности врачебных пунктов и больниц не в состоянии воспользоваться предлагаемыми услугами. Отсюда логически возникал вывод, что рядом с лечебным строем медицины должна быть создана новая санитарная организация, как вполне независимое целое. В итоге было единогласно решено создать в губернском земстве санитарное бюро. В 1897 году в Тамбове было наконец организовано санотделение Санитарное бюро губернской земской управы. Оно положило начало санитарной организации в губернии. На заведование отделением прибыл в апреле 1897 года приглашенный земством беднейший первый российский санитарный врач и один из корифеев земской медицины Иван Иванович Малисон. Работа санитарного отделения началась с личного объезда с зав. отделением Малисоном всех уездов и врачебных участков, знакомства и переговоры со всеми земскими врачами губернии. В результате анализа смертности по 745 приходам Малисон приходит к следующему выводу. Удивительно, на самом деле, как люди еще в состоянии выжить, испытывая день за днем, месяцами и голод, и холод, житье в сырости, воне, грязи, в избе, земляным полом, вместе со всяким разным скотом. Удивительно, как не царствуют при таких условиях поголовные и неистребимые эпидемии, и как заболевшие при таких истощающих условиях выздоравливают. Были организованы лекции по гигиене, которые читались на Рыжкинском доме для народных чтений. Аудитория всегда была полна слушателей, главным образом изучающихся. 25 октября 1901 года Тамбовское медообщество стало именоваться Тамбовское физико-медицинское общество под председательством Сушинского. Возраставшие с года в год эпидемии в губернии требовали от земства огромных материальных затрат. За 10 лет начала 20 века Тамбовское земство затратило на борьбу с эпидемиями почти миллион рублей, сумма по тому времени внушительная. В 1911 году губернскому санитарному отделению приходилось ежемесячно содержать в уездах до полусотни человек медперсонала во главе с врачами. В 1912 году их количество увеличилось почти до 100. На распространение инфекции огромное влияние оказывало культурно-экономическое отсталость более чем трех миллионов населения губернии, исключительно антисанитарные состояния населенных мест и многое другое. Отчеты эпидемиологов губернии показывают, что несмотря на всякие подвижки, земские врачи, заваленные работой, принимающие до 100 амбулаторных больных в день, не уделяли должного внимания возникающей инфекции. Отправляли информацию в губернию и ждали варягов, то есть пребывающих из Тамбова отрядов, когда инфекция сделает свое дело. В наибольшей мере отрицательное влияние промышленной деятельности испытывали реки и другие естественные водоемы. В Козлове река Воронеж загрязнялась нефтяными отходами от работы железнодорожных мастерских и депо-железной дороги. Река Цна в районе Тамбова загрязнялась токами смоловаренного и салатопенного заводов и пархиального свечного завода водокачки. Река Студенец в районе Тамбова загрязнялась паровой мельницей. На заводах отсутствовали приспособления для вентиляции и удаления пыли. Все помещения были мрачны на вид, плохо освещены и грязны. При вечерних и ночных работах освещение в производственных помещениях было преимущественно керосиновым, явно недостаточным, что нередко вело к ушибам и увечьям. По всей России после революции 1905 года в глазах некоторых земских деятелей корень крамола виделся именно в земских врачах. Земства нашли достаточно формальных поводов. Санитарные земские организации закрыли, а земских санитарных врачей рассчитали и уволили. В таких сложных условиях санитарно-эпидемиологическая служба Тамбовской губернии дожила до 1917 года, времени не менее сложного и драматичного. Санитарные земли Санитарные земли Санитарные земли